Здравствуйте, уважаемые любители спорта! В эфире телеканала ЛАБА очередной выпуск спортивного обозрения Тайм-Аут, который представляет вам управление физкультурой и спорта администрации Лабинского района и Лабинского городского поселения. В студии Андрей Топчан. В этом выпуске мы продолжим разговор о спортивных школах Лабинска, а пока коротко расскажем о новостях из мира футбола, настольного тенниса, шахмат и других спортивных новостях. В середине июля в Армавире проходило открытое первенство города по шахматам памяти Альберта Ивановича Белогородцева, игрока и тренера сборной Армавира и Краснодарского края в 80-е годы, благодаря которому этот вид спорта набрал большую популярность на Кубани. В турнире пили неучастие 270 человек – юноши и девушки из Армавира, Успенского, Лабинского районов, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара. Кроме основных призеров, определялись и лучшие шахматисты по спортивным разрядам. В соревнованиях приняли участие 25 юных шахматистов нашего района, воспитанников детско-юношеского физкультурного центра «Лидер». Лабинские шахматисты – постоянные участники этого турнира и всегда выступают успешно, доказывая тем самым самый высокий уровень подготовки. На этот раз лучший результат среди лабинцев показал Рыпалов Симеон, набравший 7,5 очков из 9 возможных и занявший 4 место, перевыполнив норму 1-го разряда. В итоге среди лучших шахматистов по спортивным разрядам пятеро наших спортсменов. Рыпалов Симеон – первое место среди шахматистов 2-го спортивного разряда, Рыпалова Елизавета – второе место среди шахматистов 2-го спортивного разряда, Лунев Иван, Близнюк Аделина, Рыпалова Нина. Продолжим выпуск новостями футбола. В Вознесенской состоялся юбилейный пятый по счету кубок по футболу памяти ветерана спорта Пшеничного Александра Ивановича. В нем приняли участие 4 сборных футболистов сельских поселений нашего района, сами хозяева Вознесенцы, а также команды из Асовской, Упорной и Владимирской. До этого все 4 турнира оставались за хозяевами. Кубок оставался в станице, на родине организаторов турнира. Так случилось и в этот раз. В Вознесенцы, обыграв засовцев 2-0, вышли в финал на команду Упорную, которую в свою очередь победили с крупным счетом Владимирцев 4-0. В финале хозяева разгромили Упорницев 4-0. Все команды от организаторов турнира, сыновей ветерана спорта Александра Пшеничного, получили памятные призы, денежные премии и почетные грамоты. Теперь поговорим о настольном теннисе. 17 июля в спортивном комплексе «Алим» прошел турнир по настольному теннису. Все участники были разбиты на три возрастные категории. Судейство каждой встречи обеспечивали судьи и общественники из числа занимающихся в отделении настольного тенниса. Среди спортсменов 2005 года рождения и моложе победителями и призерами стали Курдюков Владимир 1-е место, Злобин Дмитрий 2-е место, Хадыкин Александр 3-е место. У девушек 1-е место заняла Горохова Полина, 2-е место Бова Екатерина, 3-е место Орлова Арина. У спортсменов 2003 года рождения и моложе первое место занял Горенков Артем, у девушек Фатеева Ангелина. У спортсменов 2002 года рождения и старше первое место занял Синицкий Иван, у юношей, и первое место у девушек заняла Лагута Елена. Провел соревнования тренер Игорь Осоцкий. 18 и 19 июля на стадионе «Труд» прошли старты фестиваля физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди обучающих в спортивных школах района. Пройти тестирование приглашались все учащиеся спортивных школ, относящиеся ко 2-й, 3-й, 4-й, 5-й ступени комплекса. Активное участие в соревнованиях приняли юные спортсмены школы «Лидер» директор Скибанина Владимировна и школу «Единоборств» директор Чистяков Владимир Владимирович. Всего было протестировано более 100 человек. Судейство о соревновании обеспечил центр тестирования ГТО Лабинского района. Окончательные результаты и итоги будут подведены в ближайшее время. В этом году школе «Единоборств» исполняется 20 лет. Этот почетный юбилей будет отмечаться в школе 29 июля фестивалем «Единоборств». За это время прошла приличный путь. Из нашей школы вышли две спортивные большие школы, как школа олимпийского резерва дзюдо и самбо, и школа греко-ремской борьбы. Это были наши отделения, наши школы, они начинали у нас. За это время у нас очень много результатов, скажем так. У нас и первенца России чемпионы есть, и на мир выезжали ребята, и в международных соревнованиях участвовали, и в международных сборах, и в Японию летали. То есть на всех уровнях, во всех отделениях у нас, допустим, если брать отделение бокса, у нас Петр Хануков, допустим, наш выпускник, который чемпионом Европы стал по-взрослым. Сейчас там у него, возможно, путевка на Олимпиаду, мы еще не знаем, но как бы он в списках один из кандидатов. То есть вот это результат работы нашей школы. Есть в школе и молодые отделения, которые только начинают развиваться, такие как туризм. Но воспитанники этого направления уже имеют серьезные достижения. Воспитанница Яна Шабардина попала в сборную края по спортивному туризму и в ее составе поедет на Россию. У нас хорошая очень база для туризма. У нас сделаны две стенки скаллазных, там оборудованы все эти вещи. Для туризма прекрасно. В крае даже нет таких аналогов, скажем так, нашей туристической стенки. Лобинская школа единоборств сегодня – это, во-первых, сотни детей, посещающих ежедневно секции карате, тэквондо, бокса, туризма и ушу. Во-вторых, это квалифицированные тренеры-преподаватели, воспитавшие в мастеров спорта, кандидатов в мастеров спорта, спортсменов взрослых разрядов. На данный момент сейчас самое прогрессивное развивается у нас – это УШУ. Самые лучшие результаты. За последнее время вы имеете в виду? Вот именно за этот год. Мы берем сейчас у нас подведение итогов, скажем, в конце года. И за этот год отделение УШУ намного вышло вперед. У них сейчас и призеры России, то есть есть и ЮФО, и Края, и разрядников, они там КМСов, три человека в этом году они сделали. То есть самое лучшее развивающее сейчас на данный момент прогрессивно именно УШУ развивается. С чем это связано, вы считаете? Ну, скажем так, связано с тем, что у нас был один тренер, сейчас там два тренера, причем, видимо, вот в связке они очень хорошо сработали и додали вот этот результат. Вообще в Крае мы хорошо потянемся. Мы даже сборная по УШУ, Краевая, большинство было наших, и кубок, который Краевой завоевали, отдали городу Лобинску, потому что основной костяк-костяк был именно Лобинск. Если брать отделение карате, то у нас тоже хорошие перспективы. Тренера сейчас молодые, еще, конечно, они не вышли на тот уровень, который у нас был, когда, ну, допустим, у нас был старший тренер Маслова, допустим, я когда тренировал, у нас, мы считали, скажем так, Перенса Края и ЮФО, это вообще, что соревнования как бы не считались, у нас первые места, это в одну калитку. Только считалось призовое место на России. То есть мы каждой России, мы привозили призовые места. А сейчас пока они вот на этот год только в крае призовое место получили, на ИФО еще не получили. То есть только начинает вот этот молодой тренерский состав, начинает потихоньку наращивать темпы. Дело еще и в том, что карате не является пока олимпийским видом спорта. Соответственно, интерес сильных мира всего к продвижению этого направления не силен. Финансовых вливаний и всеобщей поддержки ждать пока не приходится. Еще один вид спорта, культивируемый в школе тэквондо, подает надежды. Тренер Александр Атиченко, мастер спорта Советского Союза по самбо, только начиная тренировать детей на серьезном уровне. Она состоялась и как судья, получив третью судейскую категорию. На отделении бокса тоже ожидается пополнение в тренерском плане. Пока в этом виде спорта звезд с неба не хватаем, говорит Чистяков. После Хачатура Жамгаряна, тренера чемпионов, произошел некоторый застой. Школа только начинает наращивать обороты в подготовке боксеров. Нельзя сказать, что смена поколений тренеров как-то негативно повлияла на результаты школы. Просто с каждым годом растут требования к учреждениям, успехов добиваются и конкуренты, другие школы края. Из этих и многих других результатов складывается место нашей школы в рейтинге подобных учреждений Кубани. Следует сказать, что наша школа заслуженно находится в десятке передовиков. На сегодня это все о спорте. Всего вам доброго, до свидания.